Несколько движений отвертка и вот такой контроллер вкупе с электродвигателем сможет автоматически запускать полив растений или в нужное время включать уличное освещение. Таких современных приборов учреждений раньше не было, как и нового образца автоматических выключателей, счетчиков и двигателей. В жизни, конечно, все немного, ну как сказать, не так все идеально, но все равно, если учиться, то все отлично. В жизни просто я сколько смотрел, там все менее такое чистое, красивое, утонченное. Попрактиковаться на современном оборудовании разрешат всем будущим электромонтажникам. В колледже их учится 250, но встать за модули во время чемпионата разрешат лишь двум лучшим студентам. Им предстоит за 16 часов собрать и запрограммировать схему из различных реле регуляторов автоматики. Такие сегодня повсюду, в микроволновых печах, стиральных машинах, плитах. На сегодняшний день такое оборудование устанавливается, например, для обеспечения климатом внутри зданий. То есть, где в теплоузлах устанавливаются вот эти вот контроллеры с автоматическими задвижками и регулируют по уличной температуре, регулируют тепло, подаваемое само здание. Какое именно задание попадется на конкурсе, неизвестно, но в любом случае от студентов потребуют высокие знания и подготовку мирового уровня. Плюс от участия в конкурсе не только опыт, легче будет найти работу. Профессиональные электромонтажники нужны в каждой отрасли. Представить хоть одну, где отсутствует электричество, просто невозможно. Его нужно правильно и безопасно эксплуатировать. Ну и, конечно же, сейчас в электричество пришла цифра, и мы эту цифру здесь как раз и внедряем. Это программирование контроллеров. Это более уже другой уровень, более совершенный, современный уровень работы в электромонтаже. Надеются педсоставы на то, что благодаря высокой подготовке студенты смогут победить в региональном и даже федеральном этапе чемпионата WorldSkills Russia. Поспособствовали этому и областные власти. Из регионального бюджета на обустройство современной площадки ушло почти 3 миллиона рублей. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...